привет друзья меня зовут саша демьяненко а это мой кулинарный канал cooking time сегодня будем делать бомбезный осенний пирог с инжиром козьим сыром орехами на подушке из нежного теста из цельнозерновой муки это очень вкусно и пирог этот можно подавать и как десерт и к апперитиву во всех случаях хорош и делается очень очень просто вот прям тыц-пыц и готово как всегда следите за руками поехали сразу разогреваем духовку до 180 градусов форму смазываем маслом хорошенько и дно и бортики инжир моем срезаем лишнюю часть плодоножки и нарезаем на четвертинки само собой лучше использовать вкусный спелый сладкий инжир приступаем к приготовлению теста муку я использую цельнозерновую по желанию можете взять обычную или использовать микс но мне кажется с цельнозерновой этот пирог получается вкуснее к муке добавляем разрыхлитель немного соли и немного молотого имбиря все это венчиком смешиваем пока в сторонку в отдельную чашу помещаем сметану к ней добавляем яйца сахар или сахарозаменитель я использую последний чтобы можно было пирог закидывать в себя без угрызений совести и немного масла растительного кокосового или растопленного сливочного и все это хорошенько венчиком смешиваем взбивать ничего не нужно просто хорошо мешаем чтобы сахар растворился теперь добавляем к жидким ингредиентам смешанные сухие и лопаткой все это вмешиваем долго мешать ничего не нужно как только соединилось все останавливаемся выкладываем смесь подготовленную форму распределяем лопаткой по форме и сверху выкладываем четвертинки инжира можете создать какой-нибудь рисунок или хаотично набросать как вам больше нравится инжир идеально сочетается с козьим или сливочным сыром я беру козий прям вот так вот руками его ломаю на кусочки и помещаю между инжиринками и туда же молотые грецкие орехи молотые не в пудру а такими небольшими кусочками вот их сверху вот так рассыпаем настоящий праздник вкуса поможет создать шалфей его нужно совсем немного листики рвем и раскидываем вот так по поверхности и обязательно сбрызгиваем все сверху особенно инжир каким-нибудь ароматным алкоголем или разбавленным сиропом можно использовать коньяк кальвадос куантро кленовый сироп в общем что найдете в доме но сбрызнуть нужно обязательно чтобы инжир не пересыхал ну и аромата и вкуса это тоже добавит ставим форму в уже разогретую до 180 градусов духовку и выпекаться все будет 40-50 минут следите все должно подняться слегка подрумянится но ни в коем случае не должно подгореть достав из духовки я добавляю еще немного козьего сыра чтобы свежего вкуса тоже добавить и сбрызгиваю все медом я использую ароматный гречишный мне кажется что вот он прям идеально картину это дополняет даем немного подостыть и даже сами знаете что с ним делать если используете форму как у меня можно прям форме подавать если используете какую-нибудь металлическую или разъемную из формы подостывший пирог само собой извлекаем и подаем нарезаем и наслаждаемся аромат просто сумасшедший такой нежный вкус просто бомба я обожаю инжир обожаю козий сыр а все вместе здесь с грецкими орехами на вот этом нежнейшем тесте из цельнозерновой муки с нотками имбиря это просто бомба очень вкусно и это такой пирог который и как десерт и как закуска прекрасно сработает под бокальчик вина можно и чего-нибудь безалкогольного бокальчик это просто идеальный вариант в качестве аперитива в качестве десерта если вдруг внезапно нагрянули гости хочется их чем-то вкусным порадовать удивить идеальный вариант очень вкусно по сладости он прям идеально сбалансирован вообще здесь столько вкусов столько ароматов все так идеально сочетаются просто вот просто осень в тарелке нет не просто осень но такая осенняя песня в тарелке очень срочно очень всем надо ну вы поняли а мне надо мне точно надо еще кусочек как минимум один может быть два может быть три кстати можно и совсем без теста обойтись во всей этой вкусной компании просто запечь инжир тоже получается очень вкусно я так часто делаю список всех ингредиентов как всегда вы сможете найти в описании под видео там же под видео я жду ваши лайки чтобы быстрее появилось следующее видео на канале обязательно пишите комментарии впечатлениями делитесь просто пишите как ваши дела рассказываете и не забывайте постить то что готовить по моим рецептам в инстаграме отмечайте меня там я все в сад с удовольствием всегда смотрю что у вас получается и радуюсь всем отличного осеннего настроения вкуснейших вам осенних пирогов в том числе и с инжиром с вами был саша cooking time пока пока поэтому я вот такой вот немножечко в мыле бегаю от камеры к продуктам к столу пахнет обалдеть как вкусно как вы поняли это уже будет что-то дрожжевое катаюсь себе колобки сейчас мы как раз докатаем колобки и со стримом закончим все хватит там это под наглуплю и